привет друзья саду железовых вот маленький сюжетик не мог пройти я сейчас видите колени грязные сейчас на коленях собираю и сразу кладу в рот вот эти висни вот надо мной вон они висят видите вот уже никаких нервов не хватает что никого не могу заставить собрать последние цены им нет знаете почему они переспели у них полностью сработалась кислота вот они необыкновенные вкусноты именно сейчас я сейчас беру вот так как видите я не брезгую они здесь мало как бы после покоса здесь оголяются почти земля этот так мало травы из-за того что здесь вечный тень видите вечный тень вот и тем не менее я их сразу кладу в рот косточки выбрасываю их тут потом съедает мыши почему косточки уже не собираю но все равно их не покупают через собирать сало как сало чего пробовать так и тут вот это вот переспелая не бактерии кусоты жуковская они немножко потеряли в размере начинают завяливаться видите вот это сколько их тут я каждый день прихожу становиться колени но не могу я чтобы пройти мимо это вкусная родина это деревня змеевка это бюстовский район херсонского херсонской области вот жалко выбрасывать но 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 какая у них морозостойкость ладно завидовали мне увидели еще раз теперь обратим взор наверх вот взор наверх это я пытаюсь встать вот смотрим вот они вот можно их собрать если взять стременку то получится еще ведерко где-то висит отборной вишни и наверное больше ни у кого уже такой нет почему она сохранилась почему птицы не могли все съесть невозможно такие урожаи съесть невозможно на каждом таком дереве вот здесь ну здесь уже практически не осталось там единицы по несколько ведерко вот и получается сегодня у нас сегодня у нас седьмое октября вишни все еще на месте это маленький короткий сюжетик чтобы сказать до сибирь вот но даже в сибири можно иметь это чудо еще раз говорю сентябрь 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 падают сами уже сентябрь 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 вот это красота сразу все в рот кладу вот это время пока у меня здесь все земли можно собрать если еще не тысячи ну сотни можно и банка у меня стоит полная трехлитровая весневыми косочками такими весневыми косками такими и все, косками такими и в это время сейчас, правильно проживал косочки выплюнул и в это время европейской России, про Сибирь я не говорю вот мы сильно отстаем именно по вишням Сибирь но европейская Россия, которая в жневые сады были в каждом саду когда-то и вишня благимирская считалась эталоном вкуса раз в морозотокести, долголетия урожайности практически все уничтожено причем пока наука руками разводит я говорю, уничтожено руками людей раз из-за звериной технологии мол, деревья вырастают неправильными Бог не знал об этом потому что на Бога посягнули все деревья неправильные все плодовые деревья яблони, груши, абрикосы, сливы, персики, вишни черешня все деревья неправильные все до единого обратитесь в Европейскую академию сядьте на это на лекции не знаю какой курс и вам преподаватели об этом объяснят все деревья плодовые на планете неправильные на юге, на севере, в средней полосе все и тогда вторую причину еще называю это то есть первая звериная технология а вторая причина почему этой красоты вот это кстати подвойная подвойная ветка видите от самой земли пошла прививки вот здесь черешня вишня подвойная вот она что с ней сказать вот два раза мельче не такая вкусная но даже ее сейчас можно есть так вот вторая причина нужна свежая кровь нужно экспансия в Сибири собрать я говорил отправляйте сюда как когда-то отправляли в самые дикие места вспомним эти самые Тенчанские горы вспомним Всехатолинские горы Армянские горы самые глухие места отправлялись за новыми сортами вспомните Вавилову вспомните Пржевальского вспомните Арсеньева ну что вам еще надо когда селить это на самолет через четыре часового Бакани еще час наняли такси и вы уже в Саяногорске или здесь в Шучинском районе Красноярского края вот здесь вот я сейчас говорю ну неужели это так сложно неужели сложно набрать тысячу десять тысяч сто тысяч вот если я вам все места показал миллион косточек полностью заменить уже даже и свежая кровь нужна для опыления с местными сортами европейскими а еще лучше полная замена ведь не знаем мы слова замерзла вишни даже культурные вишни культурнейшие вот культурная вот она Владимирская вот это уже правда второе поколение оно чуть-чуть измельчало ну два поколения на на это на дикой на штамбовая сибирская вишня два поколения чуть-чуть измельчало но вкус-то какой поверьте мне ее можно есть жрать горстями я уже не говорю есть когда одну-две это съел а когда ешь горстями ты уже жрешь 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 остановиться не можешь и уже октябрь уже зима уже начали заморозки а ехать бы хны до сих пор кушать можно вот почему она не может вернуться в Европу подчеркиваю вернуться в Европу она оттуда это я черенки привез Береславский район Херсонской области астолупенские переселенцы сюда привезли груши ой эти я уже заговариваюсь груши кстати тоже вот привезли вот такие вот вот они штамбовые деревья не не вот эти вот кустарники они степны возвращайте обратно ну хватит уже это самое руками разводить я железо сидел на конференции на международной в Москве где мне рот заткнули где мне 4 раза отключали эту самую микрофон 4 раза потом сказали ваше время в стекло сбили всю речь специально потому что я хотел покритиковать ну не выдержал ну нельзя же деревья так калечить бесконечно вот заткнули рот ладно но после меня выступал человек который сказал да правда караул все садовые продюсерные сады вишневые уничтожены все сады которые это дачные фактически уничтожены в научных учреждениях уничтожены вот и ссылаются на эти грибы бесконечные на эти уже слушать не могу это позорные эти самые вещи он это все сказал но он не назвал причину повторяю свежая кровь нужна вот отсюда и вот такие вот сейчас их практически нет эх не буду возвращаться я вам показывал на том участке вот напротив у меня эти самые там их штук 12 огромных вишневых деревьев на них точно миллион висело плодов только надо было птицы опередить и культурные не замерзают почему привиты на эти же вот это значит что возвращаем туда сибирские штамбовые вишни вот они которые не знают для которых мороз это что для вас это искупаться в Крым в этом самом Черном море и не замерзывать летом для них это все воспринимается своими спокойно на них прививаем роскошные вишни и заселяем всю Европу а если уже начать с миллиона кост всегда на первых парах она будет довольно мелкая но потом начнется разброс качеств на них они же бывшие даже вот эти вот казалось бы я их называю дикими сибирская штамба вишня вот с мелкими плодами ну вот пожалуйста вот видите видите он правда чуть больше был съежился вот еще плодик вон еще плодики вон два вот они они съежились они были побольше и вот тогда начинать с корни собственных тут же прививать ведь я же не поленился привить и у меня в октябре месяце перед самой зимой вон они висят вон они висят я вам неделю назад показывал две недели и говорил ребята вот ну кто бы собрал бы вон там стремянка за этим сараем стоит и вот все птицам отдали а самое страшное что это все должно было быть уже с этого хотя бы осени годом раньше уже пять лет назад показывал вот и десять лет назад показывал и с тех пор ни одна веточка не замерзла даже на культурных моих вишнях итак в Европе близкородственные связи привели к деградации садов раз какие бы они ни были деградированы не деградированы их уничтожает звериная технология потому что ветки у них растут неправильно они не имеют права расти вниз они не имеют права расти вверх они не имеют права расти внутрь дурь какая-то решили за дерево все заканчиваю извините опять шашкой машу но я когда вижу эту дурь которая преследует все садоводство и любительское и научное и не могу остановиться не могу молчать можно так и назову этот фильм не могу молчать я не могу молчать